В эти дни в Государственном историческом музее проходит выставка, которая не оставит равнодушными ценителей отечественной старины. Она называется «Драгоценный убор русской иконы 15-го начала 20-го века». Временной охват выставки поражает. Здесь представлена история украшения икон протяженностью в полтысячелетия. Удивляют и сами экспонаты. Вот, например, без всякого преувеличения уникальная пелена – Покров Богоматери из Покровского монастыря в Суздале. Древнейший сохранившийся русский образец. Ему более 600 лет. Она создана с использованием серебряных, так называемых, волоченных нитей, протянутых через тончайшие отверстия. Интересен и сюжет Покрова. Это изображение Ди Иисуса с целым сонмом святых, среди которых на пелене были вышиты и русские святители – Петр, Алексей и Леонтий. Она датируется концом 14-го века, началом 15-го. То есть в древней России вообще ничего нет. А также есть уникальные мемориальные иконы и вкладные иконы, которые связаны с выдающимися людьми, с историческими деятелями. Так у нас представлена келейная икона царевны Софьи. Это сестра Петра I, Регенша во время его малолетства. Представлен вклад Алексея Орлова-Чесменского, одного из командующих знаменитым Чесменским сражением. Это брат фаворита Екатерины II, Григория Орлова. Также уникальный образ казанской богоматери в серебряном киоте, украшенные рясными серьгами, изумрудными. Они создавались под заказ конкретного человека. Поэтому найти совершенно одинаковые вещи вы не можете. Поэтому выставка в любом случае уникальна. Выставка «Драгоценный убор русской иконы» — это отображение искусства, уровня мастерства русских мастеров, начиная с 15-го века. А еще это возможность проследить за вкусами и даже в какой-то степени за модой ушедших веков. Что нравилось состоятельным людям прошлого, какую технику они больше ценили. Все это четко отслеживается по изготовленным для них вещам. Что касается подбора экспонатов, они вместе никогда не выставлялись. Некоторые из них даже были специально отреставрированы для этой выставки. Работать экспозиция будет до 23 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова